Нам бы совершенно необходим было в догонистике дальше, чтобы разобраться с кровью. Разобраться с кем, а как вообще устроена любая свободная конечность у любого зверя. Включая нас с вами, включая лошадей, слону, китов. Совершенно неважно. Свободная конечность – это часть руки или ноги, торчащаясь в помощи. Вот то, что видно, то, что может как-то двигаться. Фокус в том, что общий план строения совершенно одинаковый. Крыло орла, нога человека, лапа христиана, бобы и кружки, ласты у кита – абсолютно одинаково устроены. Вот, честно, этот общий план строения, в биологии такие максимально обобщенные планы называются архетипы. Вот, честно, мы его с вами набросали, как вы увидите, совершенно гениальная математическая скономерность есть в этом устроении. В каждой конечности выделяют три отдела. Отдел ближайший к центру тела, вот здесь у нас нарисован, раз. Второй отдел. Отдел от отдела отделяет суставы, два. А вот третий отдел имеет сложное строение, вот даже для руки. Вот первый отдел, от первого сустава до второго. Вот второй отдел, а вот третий отдел. Но дело в том, что в третьем отделе выделяют еще три своих кода киева. Абсолютно у всех. Схема одинаковая. Вот вам архитект конечности Петропога. Давайте смотрим, как, что называется. Допустим, это передняя конечность, ну, ключевая рука, грубо говоря. Это всего подпись для задничьего конечность, для нога. Если это рука, как называется первый отдел? Плечочек. Плечом. Отдел плечом. Как называется кость, которая здесь идет? Плечочек. Плечевая. Как называется сустав номер один? Плечевой. Номер два? Локтевой. Название? Да, да. Теперь. На руке. Название отдел номер два. Локтевой? Нет, нет, нет. Отдел как называется? Кисть. И предплечья. Предплечья. Отдел предплечья. Косочки. Локтевая, лучевая? Локтевая, лучевая. Правильно, их две. А кто знает, где какая? Ну, вот эта вот, понимаете? Чучевая. А, да, если бы. Значит, если рисовать на самом деле, то это не будет. Вопрос, какая из них тоненькая? Локтевая, то что левее. Смотрите на это изображение. Нет, 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 это та, что про... Сверху, снизу. Обратите внимание, у одной просто широкая площадка снизу, во второй слежу. Сверху, ну, локтевая, которая... Которая связана. Да, да, да. Вот эта кость, имеющая вот этот отросток, то есть более широкое пройденное локтевого сустава, вот эта, это локтевая кость. Да? Вот этот вот выступ, это локтевой выступ, отлично прощупывается косточка, на сгибы локти, вот она. Это как раз и есть выступ локтевой кости, локтевой выступ. Значит, это точка крепления мышцы-разгибателя руки. Если бы не было этого выступа, вы бы не смогли разогниться. Так? Хорошо. А теперь смотрим, а много ли пальцев опирается на локтевую кость. Один единственный. Вот, вот линия опоры на локтевую, а все остальные, вот основание остальных пальцев. Опирается вот на широкую площадку. Смотрите на свою руку вот с этой стороны. Да, если это можно посмотреть? Под большим пальцем у вас начинается широкая мышечная площадка, проходящая вот сюда, почти до мизинца. Это нижняя головка какую кость-то? Лучевой. Лучевой, конечно. А вот мизинец опирается на свою маленькую головочку. Если немножко вот так подвигаете, вы увидите, она может смещаться ниже точки крепления кисти. А вот эта вот какая косточка прощупывается вот здесь? А вот эта локтевая. То есть на самом деле на локтевую опирается один мизинец. Все остальные опираются на ничего. Словно. Как называется вот этот весь? Отдел? Кисть. Кисть. Как называется первый под отдел кисти? Первый под отдел кисти за пястью. Второй под отдел кисти. Третий под отдел кисти. Пальцы. Ну, сейчас все названия для ноги перепишем позже. А теперь посмотрите на доску. Никто не увидел простую математическую закономерность, позволяющую сразу запомнить, где сколько костей. Один, два, три, четыре, пять. То есть при переходе к каждому отделу или под отделу, что с количеством костей? Увеличивается на единицу. Увеличивается на единицу. И так до начала пальца. Ну, а пальцы... Значит, пальцы... Но дело в том, что пальцы уже не соединены друг с другом. Пальцы чем отличаются от пястья? Пястья и кости все слиты вместе. А пальцы разделились с целью. Так, вот до основания пальцев давайте смотрим. Первый отдел одной кости. Второй отдел одна плюс одна, две. В запястье два этажа. Первый этаж два плюс одна, три. Второй этаж три плюс одна, четыре. Пять, пять прошло, четыре плюс одна, пять. Отлично, просчитали. Теперь смотрим к ноге, как отделы. Бедро. Бедро, гвоздь бедренная. Сустар. Тазобедренный. Нет. Тазобедренный, вот, а вот так. Боль, бол. Колен. Нет. Колен, колен. Костя, две штучки. Большая, малая, берцовая. Большая, малая, берцовая. Дорозит, да? Почти вся нагрузка нашего тела падает на большую берцовую. Малую берцовую легко просчитать вот здесь. На внешней, не на внутренней, а на внешней поверхности. Боль, льня. Вот здесь такая площадка есть, достаточно широко, плоская. Вот есть лебро кости, который хорошо просчитывает серединки. Боль, льня. И во внешнюю сторону от нее площадочка идет. Вот. Хорошо. Так называется весь этот оттел на нижней конечности. Стопа. Стопа, не стопня. Стопа. Первая подойдет у стопы. Вот эта. Не, 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 не. Предплюсная. Как? Предплюсная. Вторая подойдет у стопы. Плюсная. Плюсная только. Далее. Плюсная. А дальше, кажется. Если с рукой все понятно, нога у нас все-таки изменилась относительно архетипа не очень сильно. Но изменения есть. Поэтому давайте просмотрим, как у человека с ногой. Если смотреть сбоку. Так. Вот позабедренная сустав, бедренная кость, коленный сустав. Допустим, большая перцовая. Хорошо. Смотрим с внешней стороны. Малой перцовый просто не видно. Дальше должен какой подойдет начаться? Предплюсная. Предплюсная. Вот смотрите. Головка большой перцовый. Она опирается на косточку. Вот так. На нее будет падать весь вес вашего тела, принимаемый от ногой. Эта косточка называется таранная кость. Она принимает всю нагрузку. Но дальше, за таранной костью находится еще одна косточка, более крупная. У нее есть такой выступ назад. Пяточная кость. Она необходима для того, чтобы вы могли вставать на цыпочки. То есть отводить стопу, выводить стопу вот в такое положение. Вот так вот идут мышцы, поднимающие пяточную кость. И при этом стопа разворачивается. И дальше гороковидная она там. Это что за три косточки? А вот они три. Дальше. Ну дальше название я вам давать не буду, чтобы вы у меня раньше времени сошли с ума. А то мне будет неинтересно. Вот она предплюсная. Дальше. А дальше идут плюсневые косточки. Вот они. Как вы видите, у человека они слегка, благообразно изогнуты. А дальше. А дальше паечки начинаются. Так. А теперь давайте все это хозяйство мышцами наденем. Получили мы, правда, не ногу взрослого человека, а ногу ребенка. Кто может сказать, почему? В чем будет отличаться? Короткие. Пропорции. Очень короткие центральные отделы по отношению к размеру с тобой двух вещей. Для детей это вещь характерная. У взрослого человека пропорции изменится. Вот как. Мы с вами длинноногие ребята. Приотносительно не крупных стопей. Ну, как вы видите, основные конструктивные элементы остались ровно тем же самым. Так что рука и нога совершенно одинаково. А теперь на закуску время нас и стекло маленький такой подарочный бонус. Кто знает, как было устроено крыло у птерозавров. Вот у этих летающих лептилий. Так же. Рука? Ну, он убрал. Нет, понятно, что... Такие же пальцы. Да. То есть, как летучий муж. Ребята. Ага. Чертов с два, смотрите. Представить это в нормальном состоянии ума почти невозможно. Мне что-то вообще уколошее? Сейчас, сейчас увидим. А, да, да. Но если я предупредил, что будет фокус, значит будет фокус. Так. Сейчас вы видите, пиздец. Голова, шея, туловище, задние конечности, хвостик. Все вроде как положено нормальному. Позвоночный узелик. Бередние конечности, поверхность. Плечо. Все-таки иначе. Плечо, предплечье. Дальше что должно пойти? Затесни. Ну, отдел, весь отдел в целом. Кисть. Кисть. Отлично. Дальше пошла кисть. Кисть маленькая, вот она. Раз пальчик. Два пальчика. Три пальчика. Четыре пальчика. Пять пальчиков. Вот одна паланка, вот вторая паланка. Это что за пальчик? Это не случайно. Дело в том, что у всех теразавров кровь устроена именно так. Это единая летательная перегонка, натянутая между скелетом конечности, в которой жутко удлинен мизинец. Просто чудовище. А вот переднюю пальчику, сами делаю. Не понял? Вот пальцев на корову. Хватает? Хватает, да. Ну, то есть, когда на земле, он вполне может согнув и убрать, чтобы не мешалось все это хозяйство назад за спину. Да? Ну, может, не может, цепляться. А, то есть, у него все-таки были руки, ну, как бы... Нет, были, но есть. Да. Вполне, вполне. Вы же были здесь пальчики. Да, вот здесь. Ну, то можно. Вот. Почему конструкция оказалась пройвышная? Ладно, потому что это мизинчик, выглавлялся. Нет, нет, нет. Скажите, пожалуйста, критокая термотурка вот здесь есть или нет? Ага. Здесь просто летательная перепонка. А это значит, мог ли такой зверь изменять кривизну крива на разных участках? Нет. Нет. Подъемная сила по длине этого крыла почти не регулировалась. А у птиц летательная поверхность стоит из отдельных пев. Каждый муперу подведена мышца. Может ли птица регулировать подъемную силу каждого участка своего крыла? Да. Отлично регулирует. И, соответственно, управляемость полета у птиц на порядок выше, чем управляемость полета таким кругом. Хорошо, а как же летучие мыши? У них перех нет. Вот так они полетуют. Может, они костями как-то двигаются? А дело в том, что у них летательная перепонка натянута на все пальцы. А в результате круголетучие мыши вот как выглядели. Ну, я одно управляю, два нарисую. Это все пальцы. Да. А вот тело. Кривизну перегонки у этого крыла можно менять? Да, конечно. Просто изгибаем немножко полетчики. То есть такое крыло управляемо, а вот такое, а такое уже слабо управляемо. То есть сепы на все пальцы, на тело. Да. Зазвращение первого. Большой палец, вот он. Вот он большой. Он несет копоть отдельно. Так? То есть перепонка у летучек между вот этими. Да. А вот этот палец отдельно. Поэтому летучка может согнуть вот так вот. Убрать крылья жестами, пополняем его пальцем цепляться. Вот. Немножечко про крышки поговорили, какие было. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...